всем привет ребят вот у нас на улице идет дождь сегодня должен был заливать стяжку вот одну половину мы залили вот вторую должен заливать вот такие столбы забетонированы по кругу здесь навес будущем планируется на такую походу если гараж занят вот я решил чтоб время не пропадала трактов гараж я загнать не могу потому что стяжка еще не набрала прочность это половина я союзил вот такой вот импровизированный навес из клеенки чтобы снять колесо вот разбортировать его и разрезать диск и сделать вставку из газового баллона что проширить диск потому что если посмотреть вот колесо яйцом и начала выжирать середину а вот досюда прям видно вот а это прям не тронута если мне память не подводит врать не буду когда разбортирую по мере вот должна быть 22 сантиметра ширина диска а у его если не ошибаюсь вроде бы то ли 17 то ли меньше помню что 5 сантиметров вроде стяжку но это все же с разберем и промеряем и увидим вот так что сейчас подсниму что получается так вот продолжаю короче хочу показать как я режу диск хотел я ставить на ступицу трактора вот почему залог под клеенку вот но потом думаю что это надо крепление для болгарки делать плюс как-то устанавливать чтоб она не смещалась и хотел ставить на ступицу и крутить вот как я разметил вот я выставил на 15 миллиметров получается штангенциркуль вот уперся в эту полку вот в эту полку я уперся и вот так вот носиком по кругу я прошел и про нанес метку вот потом я взял болгарку маленькую болгарку вот таким остаточным кругом после 230 вот так вот я наметил и здесь она как раз ложится вот здесь на бортик и рукой придерживал по бортику и вел можно направляющую было допустим направляющего сюда к болгарки сделать чтоб она по отношению к диска шла ровно но вроде бы может там миллиметр туда-сюда где-то что-то новую грубо говоря я отправил промерил посмотрел по кругу прошел я ровно сейчас я беру большую болгарку прорезают этот диск вот я померил вот это вот нижняя полка вот до этой 15 сантиметров посмотрела посадочные диска заводского 9 дюймов это получается если 1 9254 это 2286 получается 22 сантиметра вот смотрел я в интернете что на новой покрышки мерили 22 было расстояние по ширине у меня соответственно вот я снял если посмотреть уже эта булка убралась грубо говоря вот но на данный момент у меня 18 потому что уже сколько года три или четыре я езжу ну соответственно она уже стала более сжатой вот по идее мне надо 7 сантиметров вставку сделать сейчас отрежу примеры и посмотрю что получится ну вот я разрезал диск короче видел в интернете большинство вставляют газовый баллон внутрь вот и наращивать благодаря ему но я начал сотреть что вот у нас на данный момент баллон вот так вот с такой вот щелью ну да его раздвигаешь и потом ставку привариваешь но это настолько будет не точно и ненадежно наверное но то что надежно варится никуда не денется сотру здесь толщина стенки 4 баллона баллона три миллиметра три миллиметра вот и я подумал короче даже не думал что у меня она лежит давно вот я вот такой у меня лежит бачок это было как это полевая кухня ну здесь влаживалась крышка короче собиралась печка но правда здесь стенка толщина стенки 7 миллиметров 7 миллиметров и на данный момент мы влаживаем диск в диск вернее и нам не хватает пару миллиметров по ширине это намного проще я сейчас вырежу вставку 7 сантиметров эту сделаю пошел маленький надрез она грубовара чуть-чуть раздвинется и но шпак туда сядет идеально ровно соосно толщина не будет позволять ему туда-сюда гулять она да среза моего так щелк я на прихватке и когда бутуса страну осаживать я пятаки по кругу наварю вот направляющие и на него тоже шпак по кругу варил и забыл то что правда толщина стенки слишком огромная 7 миллиметров а там 4 3 миллиметра больше вот но то что диски будут тяжелее это ничего страшного вот ну пока такой вариант вижу что это все обрезаю и делаю делают вот поскольку у нас две стороны идеально заводская вот срезка вот этоiguца срежу вот это вот соплить обстучу вниз и получаться ту страну сразу срежу на диска насажу она идеально ровно и потом это также сделают но что не по заводскому срезу так болгаркой не срежу ровно идеально вот все сейчас это делаю ну посмотрим что получится правда толщина конечно серьезно но хуже она не будет думаю сто процентов обварится края потом это сточу болгарочка аккуратненько сошлифую и никуда она думаю не денется не денется но все равно смотрим что получается ну вот я натянул получается кольцо это и здесь получилось нас 15 миллиметров щель получилось но она стала прям плотненько плотненько то есть никуда не болтается не шевелится сейчас я даже не буду вымерять эта сторона которая нас стоит грубо говоря на ступице она вот идеально ровно если только чуть-чуть грубо говоря вот эта сторона но она и не будет вилять потому что ступица идет ровно но здесь если только там это там будут миллиметры боковицы это не буду гулять символя для трактора который или 30 метров ничего не будут я даже сейчас не буду вешать и это на прихватке вставки внутрь направляющие и это на прихватке утону посотру более-менее и все я вариваю и не буду заморачиваться да здесь изнутри полка большеватая но это я обточу по повару и потом может сюда с камере какой подложу типа шину чтоб она не этот не про вризла там или не покоцала камеру все сейчас обвариваем делаем так вот расширили короче и все это ерунда потраченное время если честно этот момент никто нигде не упоминал не показывал получат с этой стороны с упирается поворотный кулак и я посмотрел по правой стороне там буквально максимум 10 миллиметров то есть расширять внутрь вообще не вариант и сюда расширять 7 сантиметров этих 70 миллиметров вообще тоже не вариант получается покрышка вся сместиться сюда и у меня увеличится колея на данный момент мне колея соответствует задней вот единственное что срезать вот эту полку и эту сделать вставку здесь три с половиной здесь три с половиной сантиметра чтобы расширить диск вот тогда будет будет польза а так это все ерунда зара только спортив диск все блин сейчас назад собирать протачивать ой оттачивать это все дело я даже не пометил на каком она месте было вот все вот это вот кольцо у нас не катит если на заднее еще может быть прокатило если бы задний мост был на передний не катит такое расширение так что сейчас буду думать смотреть может быть кольца хочется кольца сюда наварить то есть чтобы было близко по диаметру чтобы не было вот это вот потом вся вся покрышка вот так вот вот гулять ясно ладно короче делаем думаю что там получится потом подсниму так ну вот продолжаем короче срезал я вот это кольцо изнутри все просто взял пожарки просто обрезал и вставил я вот трубу сейчас из газового баллона я отрезал вот получается как я делал внутрь я наварил вот такие вот кусочки направляющие разогнул получается это кольцо и они держали плотненько вот здесь я сделал вставку сейчас покажу вот под точно по такому принципу сейчас это все сделаю фаску привару приварю это все хозяйство и обварю привороту кольцо все так вот я этот свой косяк все на заново на метки нашел стучал потому что нету диска взял бы новый это я обточу тоже все зашлифую и соберу одно колесо и посмотрим как оно будет вот получается нутрянка уже будет не будет цеплять за кулак вот ну короче делаю крайне сучит а вот диск спорчен и ну то есть другой вариант ставить здесь вот получается три с половиной сюда три с половиной сантиметра это во первых много работы но кто-то бы сказал бы кстати да если я сюда три с половиной сантиметров ставлю кусочек и сюда не такая большая нагрузка такая большая нагрузка на тот же борт получается потому что все таки самодельная вот и учатся у нас центр центр колеса вот здесь вылет внутрь смещен вот но у меня я посотру по трактору короче если сотреть у меня наружная колья вот наружная колья идеально совпадает вот наружная а внутренняя я вот уже здесь смотрел вот наезжал на свой протектор получается зад вот этот совпадает с этим краем а с этой стороны четыре сантиметра не хватает то есть я сейчас смещу и как раз они три с половиной четыре сантиметра уедет внутрь и бот колея совпадать вот потому что я когда пахал я помню что я подворачивал руль влево ближе к розору потому что зад получается уходил вот ну по крайней мере сейчас одно колесо я соберу все соберу обточу поставлю и поставлю на трактор и посотру как оно как она будет сотреться как выворот есть не пойдет если не пойдет то буду по три с половиной сантиметров ставки то есть разрежу и сюда три с половиной добавлю ну конечно больше геморроя больше работы но как бы красота не красота практичность ну то есть сами видите резина началась так стачиваться неравномерно из-за этого потом она будет центр лысого края с протектором ну вот посмотрим что получится и может кому-то пригодится это видео ну вот я обточил вот что у меня получилось ровно 22 сантиметра ширина по внутреннему канту вот все получилось шрифанул вот может еще герметиком мне жидкие есть пройтись эти швы чтоб не было никаких заусенцев в принципе эту шрифанул нормально но чтоб не перетирала камера никим образом все сейчас это по примерам по соберем поставим и посмотрим что получится тогда я покажу результат ну вот что получилось собрала колесо все накачала все хорошо стало но вот не таким яйцом как было но в любом случае она уже грубо говоря большое время было сжато она все равно даже лежала спокойном состоянии было как яйцо уже вот диск расширен сейчас поставим на трактор с той стороны еще старое колесо вот и сравним по мерям что как сейчас вот на улице проливной дождь хорошо что я эту пленку натянул сейчас загоню трактор и поменяю колесо так но сейчас вот под сниму пока еще не стемнело ну то есть визуально видно вот правое колесо по ходу трактора видно она более острая и края острые такой типа домиком а а здесь более прямое колесо она заметно не знаю как видео передает вот и сейчас я проехался колея передняя колея совпадают вот эти четыре сантиметра которые заднее колесо не было они свестили сюда и колея колесо в колесо вот но потом переворю вот это грубо говоря я потерял времени сегодня очень много в том что я начал в серединку ставку а если на лазовский мост на передний в середину ставку нельзя потому что не получится либо наружу вылет делать либо есть изнутри то на верхний кант как я вот здесь здесь ничего не цепляет все отлично все хорошо завтра него дождя я все проверю просмотрю по отношению правому которая не сделана посмотрю еще раз перепроверю колею и заужу ну то есть сделаю правую сторону тоже сейчас проливной дождь в гараже заехать не могу вот еще сохнет стяжка вот и все все как-то так кому было интересно как бы может быть кого-то я предостерегу то что я вот грубо говоря наткнулся на такую ерунду что ну не подумав не посмотрев не промеряв что-то посмотрела видео интернете все расширяют а то что кулак бот цеплять вот именно там где тяга тяга идет рулевая она там ну заводском варианте там грубо говоря уже больше некуда вот если на 16 или больше диск может быть еще и прокатило и то не факт вот так что если кому-то на передний мост повторяюсь только расширение по канту как я сделал либо расширение наружу тогда она прокатится так не прокатит ну надеемся что вся моя сварка и то что я сделал выдержит грубо говоря переги мост с куном все-таки я работаю с куном так что нагрузка на эти колеса серьезно все как-то там все так все всем удачи пока